Славянская радио Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 31 мая 2017 года среда, по одному из старинных, 10-й день месяца ветров 7525 лета, третейник. Сегодня у нас эфир будет посвящен замечательной теме, которая не была объявлена в анонсе, потому что так случилось, что пришлось произвести срочную замену. Ну, я считаю, что замены нашей жизни что-то такое нормальное. Сегодня один приходит на помощь, завтра другой приходит на помощь. И таким образом мы живём все в содружестве и друг другу помогаем. Итак, тема сегодняшнего эфира — «Жизненная сила, сила сущего, основа её жива». Автор-сказитель Владимир Николаевич Артамонов. Здравия тебе, Владимир Николаевич! Здравия светлым мыслям твоим, славный потомок славного рода! Приятно слышать такие добрые слова. Ну, не только мне, я думаю, а и нашим радиослушателям и зрителям канала Ютуба. И всем здравия светлым вашим, славные потомки славных родов! Хорошо. Итак, «Жизненная сила, сила сущего, основа её жива». Вот здесь много у нас составляющих в теме нашего сегодняшнего эфира. Что же такое эта жизненная сила, на твой взгляд? Почему это сила сущего? Почему основа её жива? Что такое живо? Давай немножечко разберёмся. Но прежде чем по традиции, прежде чем начать разбирать тему, наверное, надо о себе что-то рассказать, о себе любимом. Ведь ты тоже ведь славный потомок славного рода. Поэтому надо как-то о себе рассказать, кто ты, чем занимаешься, как пришёл к таким интересным темам. Хорошо, кратко о себе расскажу. Значит, я родился давно, даже жизнь при Сталине помню. И очень интересовался всем с самого раннего возраста. И на благо моё, когда в 50-е годы родителям было не до нас, я занимался освоением природы самостоятельно. И это было благом великим. Но так учился в советское время, закончил военно-инженерно-техническую академию. Поэтому с физическими процессами знаком, не понаслышке. А всегда, всю жизнь была очень любопытным и любознательным. Поэтому всё исследовал через себя, через своё сердце, через свою душу. А контроль простой. Если мне радует что-то, на сердце приятно, я беру себе. Не радует – это не моё. Выслушал и забыл. Потом прослужил 27 лет календарных в армии, подполковник запаса. В одно определённое время я понял, что наше сознание выключено через стереотипы мышления, основанные на нашем изуродованном языке. Ну а дальше больше. Всё взаимосвязано. Всё какое-то узкое направление не происходит. Поэтому, когда познаёшь мир через язык, правильный язык, образный язык, тогда он открывается. И действительно, на все вопросы есть ответы в нашем могучем русском языке. И вот заинтересовался вплотную. Так, с разными людьми встречался, разговаривал. Ну, была у вас на встрече Ольга Заблодская. Вот, я её труд очень уважаю, как раз по изучению русского языка и великолепный ей труд. Золотой ключ кальзри в корень. Ну, а как безживы? Это никак не произойдёт. Потому что, когда нет силы, то человек ни на что не способен. Вот, об этом мы как раз и не задумываемся. И понимание живы сокрыто, такое глубинное. Поэтому собирал-собирал эту информацию, сам исследовал с помощью биолокации. Много такой наработок имеется в этом ключе. И после, как начал пользоваться биолокацией, стал своим телом, руками ощущать вот это, наличие этой живы или какая она неприятная, неприятная. Где бы я остановился, где я не хочу стоять. Начал ощущать. Потому что появился инструмент сравнивать, подтверждать. И начинаешь уже доверять. Уже больше своему сердцу, больше своему телу. Ну, а что такое жива? Это дочь богини Лады. Одна из дочерей богини Лады. Это самая мельчайшая частичка силы, из которой состоит все сущее. О чем я говорю? Материи нет. Есть разной степени уплотненная сила. Я не использую слово энергия. Потому что буковка «э» в нашем языке появилась в 1710 году по реформе Петра Первого. Поэтому все слова, которые начинаются с буквы «э», для меня сомнительные. И наше русское слово «сила» мне очень хорошо ложится на мою душу. А энергия мне даже объяснит, я не знаю, как ей это слово-то объяснить, даже этимологически разобрать. Проблема. А сила – это слово понятное. Почему? Это высокие вибрации. Там буковка «Си» – самая высокая вибрация. Это божественная сила. Это божественная информация. И еще один фактор, что информация и сила – они – это две неразлучные сестры. Надо все четко это очень понимать и ни в коем случае их не разделять. Тогда легче мир открывается. Но вот по-разному «живо» называют. Допустим, на Востоке называют «живатма». Но после этимологического разбора – это «живой атом». это неправильно, потому что атом так же безграничен, как и Вселенная по сути своей. «Живо» – это самая вмещающаяся частичка силы, из которой состоит всесущее, в том числе и человек. Но я сейчас хочу поговорить о параметрах силы, которые очень важно, нужно понимать. Уже произнес вибрацию, частоту. Так вот, чем выше чистота, тем, которую мы можем воспринимать своим телом, своим разумением, своим осознанием, тем ты выше будешь к Богу. Самая мощная сила, самая творящая, созидающая сила – это сила любви. Любовь выше всех богов. И даже выше богов. Потому что среда обитания богов. И когда боги набираются вот этой силы, они нам её излучают. Поэтому бог не есть любовь, а источник любви. Совершенно разные вещи. Если нету силы у нас, то мы ни на что не способны. Поэтому очень важный фактор это понимать. Следующее, что касается параметров силы, направление вращения. Вот, если мы родились в северном полушарии, солнышко у нас ходит по часовой стрелке. А от него к нам сила идёт правого вращения. А из земли левого вращения. В северном полушарии приоритет должен быть правого вращения. В южном – левого. А на экваторе нейтральные. Простой подтверждение этому пример. Если ванная наполнена водой в северном полушарии и достать пробку, то спиралька закрутится в правое вращение. Вот она силушка правого вращения. В южном полушарии будет наоборот. А на экваторе вертикально вниз попадает. Когда какие-то понимания состыкуются с природой, для меня это самый лучший контроль. Истина – слово тоже искажено. Ведизм, веда – это настоящее слово. А истина – «из» – это не приставка. «Из» – приставка. Это понятно. «Из» – чего-то. А «из» – я не знаю, что это такое. Поэтому «из» – тины. Это никак не подходит к ведам. Дальше. Естественно, третий параметр – это количество этой силы. Что касается по вибрации, сейчас происходит очень удивительное и прекрасное время. Живём на протяжении тысячелетий. Вибрация пространства, в котором мы находимся, это называется частота Шумана. Это стоящая волна между иносферой и Землёй. Так вот, она на протяжении тысячелетий была 7,83 Гц. После 2012 года она начала очень быстро расти. Вот на 27 мая был пик больше 40 Гц. Но в Томске меряют эту частоту. И там шкала измерительная была в пределах 40 Гц. Ну и прибор изготовлялся. Естественно, что частота была 7,83 Гц. А здесь сейчас видно, что зашкаливает. Зашкаливает за 40 Гц частота. О чём это говорит? Идёт трансформация Земли. Почему это произошло? Вот с 31 декабря на 1 января 2012 года учёные зафиксировали уменьшение объёма протона водорода. Наблюдали за ним. А это на 4%. Значит, размер уменьшился. И сразу это повлекло за изменением всей органики на Земле. И не только органики. Поскольку протон является составным элементом атома. Он стабилизировался. Это его размер. До этого она изменялась. Теперь стабилизировалась. Поэтому пошло изменение. Всего. Земли, матушка, и нас. Мы желаем того или не желаем того. Стали мы меняться. Стали изменяться. Какой вывод из этого нужно сделать? Очень важно, что в таком процессе выжить нормальному человеку надо находиться всегда на позитиве. Потому что низкие наши эмоции, они на частотах ниже 3 Гц. и когда была вибрация пространства в 7,83, то негативщикам, я так людей называю, с негативными эмоциями, которые приоритет, которые часто ноют, боятся, страх у них, ну и разные, не буду все перечислять, зависть, агрессия, все это в этом купе, то им было жилось терпимо. Мало того, у нас огромное количество всевозможных паразитических существ тонкого плана, которые пожирают нашу тонкую энергию. Вот эти, одна из них, допустим, я вот покажу, кто наблюдает, вот черное, чернильное пятно, вот так на фотографии можно их увидеть. Но это могут сфотографировать те люди, которые видят поля, потому что нам и такие вещи уловить очень проблематично, кто не видит поля. А кто видит, то, конечно, может вот это сфотографировать. Но это фотография показал как раз одного из такого человека. Так вот эти сущности, когда ты оказываешься на диской вибрации, они просто как голодные голуби зимой налетают на пищу. Налетают на нас. Потому что наша жизненная сила очень востребована всевозможными сущностями не только на Земле, а во всем космосе и Вселенной. Очень востребована. Потому что мы являемся не последними в пищевой ячейке. Нами питаются. И для этого делается с их стороны очень многое, чтобы мы излучали максимально эту силу. Ну вот я охарактеризовал параметры той живы, которым надо ориентироваться. И что происходит? Матрица, в которой мы живем, заинтересована, чтобы мы максимально отдавали жизненную силу, но и в то же время могли жить. так вот, это мои личные замеры с помощью биолокации. У москвичей размер поля в основном 4 метра. Это тоже из-за наблюдений делаю вывод. Когда ниже, человек начинает слабить и болеть. А вот при этом уровне он максимально отдает жизненную силу той матрицы, в которой он живет, и всевозможным сущностям и паразитическим сущностям. И в то же время еще и людям. Очень много людей, энергетических вампиров. Если это интересно будет, я могу рассказать вам, вы их будете видеть и чувствовать, кто рядом с вами. Предполагаю сразу ответ, конечно, интересно. Так что такие вопросы не задавай. Если будет возможность, ты просто рассказывай. В 3 часа мы сегодня залезем, 3 часа полностью выберем время. Если почувствуем, что еще есть о чем рассказать, мы еще лучше сделаем несколько эфиров. Как говорится, лучше 40 раз по разу, чем ни разу 40 раз. А так в этой теме мы сейчас пройдемся, про жизненную силу поговорим, сила сущего, основа ее жива. Вот мы про это говорим. А будет возможность про вампиров поговорить? Ну что ж, вспомним и про сумерки. Хорошо. Ну раз задел это энергетических вампиров людей, это очень просто. Вот рядом с вами появляется человек, который постоянно стремится вас опустить на низкие вибрации. То есть заводит что-то вам такое говорит негативное, чтобы человек начал генерировать на низких вибрациях. Когда ты достиг этой цели, человек покушает в кавычках, но приобрел силу ему необходимую и уходит. Но завтра опять придет. И опять будет то же самое сначала. от таких людей нужно избегать. Другая категория, которая явно открытая, постоянно о чем-то недоволен. Такое слово, которое использовано нытьем. И когда ты этому человеку посочувствуешь, он тоже покушает, заулыбается и уйдет. Но завтра опять придет. Но если с чужими людьми, то есть с такими людьми нужно расставаться. А когда непосредственный человек на рабочем месте, то есть начальник твой даже, или родственники, вот тут уже непросто. С этими людьми надо поступать таким образом. Принять их такими, какие они есть. И не пытаться их перевоспитывать. Это напрасный труд. Просто испортишь отношения, настроение и только всего. Поэтому их трогать не нужно. Есть более разумные, которые приближаются к тебе, стремятся дотронуться к тебе или еще чего-то. И они умеют перестраиваться по частоте. Когда частоты совпадают, это получается общающие сосуды. Вот рядом с человеком таким чувствуешь, что прохлада теряется, не уютно с ним стоять. Вроде бы и молчит, а как-то изменения идут процесс. Но этих труднее определить. А вот первые две категории, они отчетливо просматриваются. Поэтому об этом помнить надо. А силу сберегать просто необходимо сейчас. Что касается параметров, я сказал, чтобы просто сейчас выжить в тех процессах, которые происходят, поскольку Земля уже сейчас у нас возносится по частоте, и природа матушка теперь разделяет плевела от зерна, отделяет естественным путем. И кто не понимает это, тот из жизни уйдет. Самое удивительное, он уже не перевоплотится на этой Земле. Земля будет уже совершенно другая. Он будет по разумности на других планетах, ниже нашей планеты. И вот эти вещи очень нужно чувствовать и понимать. Энергетические вампиры. Значит, и очень много в тонком плане. Я уже картинку показал. Они выглядят на цифровых фотоаппаратах как чернили пятна, не имея никакой формы, как черниль пятно темное. И они куда они прилипают? Да прежде всего на чакры. Потому что через чакры мы получаем силу извини. Более интенсивный обмен силы происходит в точках в чакры. Так они эти чакры закрывают, перекрывают обмен. Что интересно, то, что человек получает силы необходимые для своей деятельности, даже больше 60% извине. Из пищи человек не может получить больше 40% необходимых основным извине. А когда чакры закрываются, по различным причинам, прежде всего, когда человек находится на низких вибрациях, на низких эмоциях. И эти частоты ниже 7 Герц матрица, в которой мы живем, так раскрутила нас, что чем бы мы ни занимались, везде идет процесс съема сил. Везде и всюду. Это и одежда, и прежде всего, это мысли, это и питание, и вода, и воздух, и наш труд, и архитектура, отношение к больнице даже. Как мы двигаемся должны знать, что такое волосы, даже духи. Ну вот я по этим моментам все кратко пройду, если у нас позволит время. Вот. Один из важных факторов, чтобы просто сейчас выжить, я вот говорю, надо быть на высоких вибрациях. Второй очень мощный фактор, надо жить по правде сейчас. Это всегда нужно было. Но поскольку мы сейчас живем в мире тотальной лжи, это ни для кого не секрет. Так вот, по правде, как это пощупать, ощутить, что ты живешь по правде? Очень просто. Вот о чем ты подумал, скажи. А что сказал, непременно сделай. А вот дальше идет разделение. Кому ты идешь? К Богу или дьяволу? Это совершенно противоположные сущности. Так вот, если твое деяние всем хорошо, и людям, и всему живому на земле, и Богу, тогда ты идешь к Богу. То есть ты творишь, созидаешь. А если точно так же подумал, сказал, сделал, но разрушил, а твои деяния всем плохо, тогда ты идешь дьяволу. Вот что значит жить по правде. Ну, а что такое правда? Слова закодированы. Вот здесь, когда две рядом сов гласные, это код, чтобы мы не понимали, что говорим, потому что по определению согласные, это совместно с гласными. Буква это должна писаться совместно с гласными. А здесь две рядом согласные, это код. Вот раскодируем, получается ПО РА ВЕДА. ВЕДА Божественная, она одна на всех. Вот что такое правда и как жить по правде. В наше время это просто необходимо. С чего мы дальше? Как я уже назвал, может быть так и по порядку и начнем. В то же время как мы разрушаем, а чтобы получать и сохранять силу, значит надо действовать наоборот. Или в смысле я буду здесь говорить о разрушении. А значит надо наносить наоборот. Я не буду уже с двух сторон охарактеризовывать, чтобы нам было меньше мысль была более плотной. Так вот начнем с мыслей. В начале было слово, но в начале было не слово, а мысль. Потому что слово это материализация мысли. А еще в начале был звук. А о ум космические звуки, творящие все. А еще раньше был свет. Свет Рамха. Вот после раскодировки что это такое? Это все по теме, я говорю, потому что все взаимосвязаны. И поскольку так я не знал насколько будет, я выложу вот так, а дальше будут вопросы, еще когда-то встретимся. Я уже тогда буду отдельно на какие-то моменты уделять побольше. А сейчас просто пробегу. Так что такое Рамха? Опять же Мха. Вот там надо А добавить. Рама Ха. Наш язык был, многие исследователи показывали, слоговый. Так вот Ха это исходящая сила. Ха Тха Тха это Ха исходящая Тха входящая. Ха Тха Йога Йога это союз. Союз вот этих сил. Только всего это наше слово Ха Тха. Так Ра Ма Ха Ха это исходящая сила. Ма Мама родящая животворящая. А Ра изначальный свет творящий все сущий. Вот что такое Ра Ма Ха. Рам Ха. Я не претендую на абсолютную веду. Как я чувствую так и делюсь с вами. А вы проверяйте все сведения своей душой. Укладывается у вас ваше мир восприятия? Ура! Не укладывается тоже хорошо. Так вот мысль говорят вот пустили в обиход мысль материальная. Я считаю что это глупость. Потому что материи нет. А есть разная степень уплотненная сила. Если в гранит посмотреть под огромным увеличением то увидите движение различных цветов различной окраски. Окрас это как раз вибрации. ну как радугу вот эти только это движение там не совсем хаотичное. А вот движение света вы увидите только и всего. А вот этим движением управляет мысль информация. В результате мышления возникает информация. А информация уплотняет нашу силу. Вот эту живу собирает тот вроде бы уплотненный объект который мы видим в реальности ощущаем в реальности. Ну мысль настолько сильная вот сейчас пришло время в результате то что вибрации земли растет что наши мысли просто будут воплощаться в реалии. то есть когда-то чумак нам заряжал воду. Сейчас пришло время каждый из нас может написать на бумажке что это лекарство мое для того-то того-то поставить на эту бумажку кружку возле изголовья а утром выпить свое лекарство потому что вода очень хорошо запоминает эту информацию и она будет великолепно нас лечить. И вот сейчас сила мысли вырастает очень значительно и надо действительно помыслить прежде чем о чем-то мыслить. Матрица запустила такие обороты которые очень мощно разрушают прежде всего нас самих а потом окружающее пространство. Например с восхищением произносит фразу ничего себе вот мне сразу от этой фразы нехорошо я себя сейчас сбалансирую другой фразой все мое мне не все а мое только мне этим самым я себя балансирую назад управляю то что сейчас выкинул наизнанку но поскольку я это не выражал эмоции с таким большим то я не потерял так много силы восстановил себя этой фразой поэтому мысли разное не бывает и очень внимательно нужно за этими их исследовать мы сейчас с вами к сожалению каждый день почти встречаюсь разговарив с людьми почему-то больше минуты человек не помнит что говорит объяснение простое пользуется стереотипными фразами и не мыслит совершенно не мыслит отсюда и беда наша получается что мы двухногие ходячие попугаи и этим самым мы теряем силы и у нас силы необходимые для проявления божественных таких явлений нету наши тонкие тела сейчас пустые скорлупки не заполнены силой а когда мы их заполним тогда и начнутся проявляться божественные качества то как ясновение ясно понимание даже элементарно переместиться своей сущностью в любое пространство с огромнейшей скоростью вот воспользуясь информацией ошибку академии акимова казначеева я очень уважаю этих ученых так вот они исследовали и доказали что наша мысль миллиард раз это минимум быстрее скорости света вот с такой скоростью наша мысль распространяется поэтому очень аккуратно нужно со своей мыслью теперь что касается что происходит когда ты о чем-то другом человеке помыслил происходит моментальный обмен фантомами фантом этого человека рядом с тобой а твой там и эти фантомы обменю видят все вокруг слышат и видят все вот эту чуйку мы утратили нам не нужны были ни телевидение ни телефоны изначально когда божественными качествами мы были наполнены мы это все могли пользоваться таким образом ну и откуда я в подтверждении беру подобной информации из наших сказок вот настоящие веды это наши сказки вот их нужно только раскодировать и понять ну простой пример вот богатырь перед камнем и вот там написано камни да не написано этот камень всю информацию все что вокруг него двигалось он записал в себе эти камни как правило библиотека ведания и там все есть а богатырь мог сосчитать кто здесь проходил вернулся не вернулся уехал на лошади пришел пешком туда не вернулся почему не вернулся неизвестно богатырь считал что не пришел человек если не без лошади сами лошади не пришла и он не пришел никого не пришло значит выводы тоже соответствующие дела вот и стоит богатырь на распуте ничего не написано он считывает благодаря своим божественным качеством потому он и богатырь но раскрой тогда что такое богатырь уже понимаете что это тара хранитель бога в себе что говорил Лев Николаевич Толстой не ищите бога в храмах он внутри вас найдите его отдайтесь ему и вы будете выше счастья и несчастья но он указал путь на больше ближайший путь понимания бога и чувствования бога а бог везде и всюду во всем и все я все что вы сзади меня видите во всем он присутствует а потому что это прежде всего бог это информационно силовые потоки из которого все сущие творится происходит творение всего сущего курьезов очень много что касается к сожалению когда мы не понимаем что говорим то мы разрушаем сами себе и все пространство вокруг опять же сказка почему репка огромная выросла да потому что дед ее каждый день хвалил восхищался ухаживал за ней и прежде всего его дух утворял своим мыслью поэтому она и выросла такая а если бы он ее ругал то она бы естественно не выросла скорее всего вообще бы завяла не выросла вот одно из главных наших предназначений на земле одухотворять все вот это и есть божественное качество вот это и есть наше подобие с богом что мы являемся источниками информации но еще мы же являемся источником любви и тоже мы являемся источниками света но какого света света каждого из нас идет но если есть вот я могу тоже показать вот вот такое поле вокруг нас а вот здесь была проблема вот эта вот часть указывает на проблему болезни зарождается у нас в тонком плане и они вытекают оттуда на физическое поле поэтому а тонкий план мы изменяем свои мысли и поскольку мы пользуемся стереотипными фразами и не мыслим что говорим мы себя разрушаем и все вокруг разрушаем поэтому нужно просыпаться легче всего просыпаться с языка знали горынычи чтобы уничтожить народ нужно уничтожить язык неспроста вроде устаревший язык язык это народ это нет ну это если что потом вернусь теперь вот что касается одежды это немаловажный фактор одежда является не только хранителем тепла она определяет качество силы которую мы приобретаем вот что отсюда и цвет одежды очень важен я вот перед вами сижу в белой рубашке не просто так и оделся у нас не 7 цветов нам постоянно лгут ложь это не противоположность правде это то что ложа от слова ложа на поверхности то есть не полная правда так вот 7 цветов которые мы знаем оказывается нет их 9 основных 9 а так их очень много 7 цветов радуги вы знаете а еще 2 2 цвета это черный и белый вот 9 цветов одежда поэтому цвет одежды в какой-то одежде такую силу приобретаешь извне то есть с резонанса ходишь с окружающим пространством именно такой вибрации самая низкая вибрация это черный цвет дальше красный агрессивный цвет естественно самый высокий это фиолетовый по радуге а еще выше это белый цвет вот по вибрациям если ты ходишь в черной одежде ты привлекаешь к себе низкие вибрации фиолетовые одежды белые одежды ты привлекаешь высокие вибрации сейчас это архи необходимо нам высокие вибрации свое тело приобретать и настраивать свое тело на высокие вибрации теперь форма одежды очень важно если наши бабушки носили сарафаны от солнечного сплетения что такое пояс по это направление движения наш язык был слогой я уже повторяюсь это по воздуху по земле по воде поэтому направление движения а что такое яс это вот ясное солнышко это солнечное сплетение вот пояс как раз и располагали на солнечном сплетении а солнечное сплетение сарафантик шел вниз у наших бабушек это колокол по сбору женской силы наши проблемы начались когда женщины надели брюки брюки на женщине это она это скафандры от женской силы что такое скафандры это защита от агрессивной среды так вот это немножко так понимать не совсем напрямую я говорю образно для получается что женская сила для современных женщин это агрессивная среда в кавычках конечно так вот женщины потеряли силу а поскольку женщина женская сила более сильная мощная она женщина нам давала силу они наши берегинь для мужиков своей любовью если не любят вот сила мощнейшая самая мощная сила во вселенной это сила любви мощная преобразующая сила любви всего и сущего всего они не гибли на войне даже у меня отец прошел вот такое 7 лет по дружям с 14 по 21 ни ни одного ранения не было только два раза его правда законтузил взрывало полностью в землю раз его по уголку шинели нашел земляк потащил за уголок и вытащил его а так даже были вот такие вещи что у него дырочки были везде и под рукавами и воротник а тело не задевает вот это вот была мощная берегиня девушка которая с которой он расстался уходя в 14 году на первую мировую теперь когда одежды рвут снизу на коленях рвут в дырки истекает сила потеря силы получается ты лохом лоха легко обмануть лох слово от лохмотья лохматый лохмотья лохмотья на одежде лохматый непричесанный вот такого человека у него неорганизованные мысли мужчинам конечно нужно носить шаровары это прежде мужская сила теперь даже смотрел по интернету скрытой камерой американцы снимали нас и они сделали такой что ли опыт набили чемодан кирпичами и через свою знакомую они со стороны снимали русскую чтобы она просила этот чемодан донести до угла там подходили такие гиганты ничего не могли сделать подходит среднего роста человек шаровара берет этот чемодан и понес они там комментарии бойтесь мужиков шаровара это верно это верно потому что энергетические потоки не пережимаются затяжку брюки они же перетягивают и кровеносные сосуды и энергетические потоки которые не только проходят главную вдоль позвоночника но и вне они проходят так вот это пережимается поэтому одежда еще один фактор вот я посмотрел старые фотографии что мужчины что женщины застежки у них были как вот в соворотке у меня то есть как женщины сейчас ходят так ходили мужики и так была верхняя одежда и там пиджачки и средняя и вся нижняя все были вот так для чего это нужно в таком случае одежда раскручивает правое вращение силы также нужно одевать пояс особенно важно пояс потому что он и у женщины идет поясу а у мужчин на уровне пупка ни в коем случае не ниже потому что когда ниже то активизируется вот от этого пояса поле формируется в форме яблока и это поле питает уже нижние чакры вот для чего это спускает ремень ниже пупка а активация одних значит потеря других это естественно ну по одежде будут вопросы я потом еще интересный момент могу рассказать сейчас просто хочу пробежать вот так очень кратко по питанию до питания много получаем сил но теперь вот я захожу в маркет а тем более супермаркет слово мара там заложен купить нечего через пищу нами управляет мы состоим из того что едим и мы потребляем информацию к ней тоже нужно относиться как к пище это духовность наша определяется реальная пища она тоже полностью определяет наше здоровье именно и состояние наше и общее и духовное и физическое поэтому к питанию нужно относиться очень очень осторожно и аккуратно но мы уже привыкли что чем больше что-то рекламируется то не нужно брать да мне вот такой к вам вопрос реклама по телевидению наверное около миллиона стоится за минуту а кому нужно по всем каналам часами показывать пищу кухню и так далее потому что то что рекламирует она нас убивает а кому это нужно когда теряется сила у нас нет способности мыслить и мы глупее мы вот я пользовался уже превращаемся вот в тех двухногих ходячих попугаев немыслищих и не помнящих что сказали минуту назад и через питание этого здесь это уже идет всякие красители ароматизаторы они как правило химические натуральных продуктов сейчас почти нет развивается это мне нравится недавно был в прошлые выходные на Мос век фестиваль фестиваль московских вегетарианцев то есть это движение зарождается и это великолепно этому радость потому что наша жизненная сила вот все что я говорю это влияет на наше и осознание и на нашу продолжительную жизнь извини что перебиваю вот ты сказал начал говорить про питание сказал про вот эти вот супер маровые заведения где настраивают про рекламу и так далее и упомянул вегет фестиваль но ты сказала какая же пища все таки более правильно на твой взгляд какой пищи необходимо питаться по возможности и на какую пищу необходимо нацеливать свое сознание ну очень простой вот скажите сравнение простое я уже лет 7 начал ушел от мяса лет наверное года 3 на сыроедении видишь я возраст у меня приличный я не побоялся ничего и как видишь сейчас я здоров да зачастую такие вещи могу сделать то как встать на руки и тело горизонтально земли держать скажи ты это можешь сделать ну это не мудрено в молодом возрасте а может быть ты занимался физкультурой всю жизнь может ты такой там качок скрывающийся нет я качками не занимался это тоже трата времени а вот чтобы была гимнастика каждое утро минут 10-15 чтобы могли задействованы быть все мышцы нашего тела это очень важно вот для меня нравится око возрождение вот я его делаю но еще делаю к нему катаюсь на спинке потому что чтобы позвонки перемещались позвоночник здоров ты здоров вот через него очень много проблем когда нарушается вокруг что-то позвонка поэтому я непременно катаюсь на позвонке и серьезно занимаюсь шестое упражнение которое не рекомендуется там если кто-то читал вот все это неправда ничего не вы потеряете никакие ни мужские ни женские качества чисто половые качества там есть предупреждение что молодым людям среднего возраста нежелательно заниматься ничего это все неправильно поэтому питаться надо натуральной пищей пищей которая выросла вот вокруг нас где ты родился тогда а это твое чужеродная пища с других мест пришла она наполнена другой силой с южных краев пришла с левым вращением она не наша поэтому она нам не дает нужный сил а вот вокруг нас да было поверье у наших бабушек и дедушек страшно самое страшное наказание выслать за 101 километр от места рождения потому что там другая сража другая сила другая совершенно все другое по я имею тонкого плана и пищи вот все другое это было жуткое наказание с цивилизацией мы стали разъезжать по всем огромным территориям ездить другие страны на отдых я не скажу что это отдых это не совсем отдых путешествовать нужно но все эти вещи нужно знать и понимать поэтому надо пищей питаться которая на навозе вскормлена пищей а не на химикатах то есть естественная живая пища очень хочется сказать что сейчас в мае собирали крапиву в ней 108 микроэлементов в ней все есть необходимое для человека она созвучна с кровью а после раскодировки она о чем говорит о ра пиво пища ра она только для человека предназначена в живом вот таком виде колючие не могут есть животные правда помой в воде свинюшки очень любят так вот сейчас надо собирать почему у них стебелечки мягонькие и 3-4 дня высушил и на блендере большом она в пыль превращается а уже в августе она становится жесткой и вот эту пыль она ее в любой салат добавляет водичка разбавил выпил очень мощное питание очень сильное мощное питание крапиве очень много полезных вещей в том числе что она обладает фиолетовым светом фиолетовый огонь выжигающий все нечистоты я вот правда не сыроедческий сегодня но скрапивый но скрапивый супец сегодня навернул хорошо от души успеть надо вот сейчас ее собирать дальше набор жесткий сейчас надо собирать вот смотри часто возникают такие вопросы ну вот рассказывают умные люди сыроеды и так далее но это сейчас просто тут и теплицы есть и те же самые супер и гипермаркеты где там всего навалом а вот как же наши бабушки дедушки как они жили там у них же не было таких прям теплиц как они там 100 200 300 лет назад вот морозы там по 30 стоят всю зиму где же взять это все сыроедение орехи ягоды консервировались медом они просто живые были самые лучшие консерванты ничего не нарушалось не варилось ничего вот это была живая пища делать живую пищу дальше что касается овощей репа в основном наше было питание из него огромное количество всевозможных блюд и она сырая очень хорошо для нашего организма там очень много картофель пустой тоже было навязано этой матрицей нам этот картофель он не наш продукт они с проста до Петра жили больше 300 лет не просто так а вот соление и квашение к этому как относишься тоже положительно это тоже нам необходимо как форма консервации да это тоже а свековку или морковку сохранять в подвалах на чистой песке это очень хорошая вещь потому что для меня самое вкусное красную свековочку потереть и ничего не добавляя это очень вкусное питание но вот если мы не глазами вкус будем определять и языком тогда четко почувствуйте я участвовал в таком эксперименте где нам не знали закрыли нам глаза пять человек насели и нам давали питание вкладывали в рот все пятеро восторглись именно тертой свеклой красной тертой свеклой мы не знали вот консистенция одинаково была у этих продуктов ничего не было добавлено красной свекле и все пятеро высшую оценку поставили именно этому продукту а что там еще было кроме свеклы какие другие пять блюд еще там были гречка белка так же как кашица рис пшеничка и еще морковка вот пять продуктов они люди готовили что консистенция одинаково эти люди были заранее предупреждены они между собой связи не имели принесли этот продукт тоже вот такой чистый был эксперимент всем понравилось больше всего всегда а скажи пожалуйста вот сейчас очень много идет различных споров по поводу злаковых вот слово злаково означает зло и так далее но ведь хлеб всему голова мучные изделия там ну и так далее что ты скажешь про это что можно на твой взгляд употреблять а что не можно или от чего стоит воздерживаться из злаковых продуктов злаки от злака отличается у нас был хлеб амарантовый там есть сквален вот этот вот субстанция долголетия амарант у нас вывели еще вот которым наш пшениц сейчас кормит это мягкие сорта это предназначено для корма скоту птицы а для человека нужно было твердые сорта пшеницы и помол грубые не мелкие сейчас все выхолостяно из зерен там ничего нет как и любое рафинирование это мертвая пища вот растительное масло которое сейчас рафинированное это вообще убийство для нас это геноцид через этого масла детали тоже в следующей подготовке интересно будет вот такие вопросы я запишу и более детальной подготовки сделаю но на самом деле нельзя ничего рафинированно покупать точно так же как и сахар я помню еще головки сахара специально щипцы были вот это был сахар такой не белый а чуть-чуть такой кремового такого цвета совершенно головками из сахарной свеклы не из тростника иностранного а из сахарной свеклы кстати из тростника он тоже был хороший если его не рафинировали ну да если не рафинировали да да конечно но все равно свекла даже наша это то что у нас растет тростник все-таки поюжнее и подальше понятно это точно касается вот одежды ты мне напомнил что касается одежды вот то что у нас растет конопля крапива лен вот наша одежда а что касается уже хлопок это не наш это южане носят особенно тростниковой пошла мода да это вообще не наша одежда не стыкуется с нашими телами с нашими биологическими тонкими телами не стыкуется это не наша одежда поэтому все что растет вокруг нас и там из 70 сортов конопли одна только наркотическая а из-за этого на всю коноплю нападение диверсия такая целеномер совершенно точно ну про питание я так сейчас пробегаю сквозь а потом на чем-то остановимся что касается воды особенно в городах вода сейчас но архи нехорошая прессе информационном плане вспомните в наших домах рядом с чем стоят стояки с водой рядом с фекальными трубами вот по этим фекальным трубам все нечистоты идут для информации никаких преград нет за информацией идет сила поэтому из фекальных труб вся вот эта нечистота переносится нам в воду которую мы моемся пьем моем посуду и так далее фильтрами не избавишься от этого поэтому а по фекалии любой город через коллектор одно целое значит воду прежде всего нужно и обрабатывать мысль мы сами свои мысли можем ее чистить точно так как взращивал дед репу вот убирать эту всю информацию можем но есть и другие возможности конечно она у нас неполноценная вода поэтому от плохих примесей нужно пользоваться очень хорошей я пользуюсь уже много лет водным доктором по нанотехнологии что такое нано это 10 минус 9 степень дыречки там вот такой нанесенная в этом картридже через него просеивается вода и структурироваться действующим образом конечно водичку хорошо настаивать на кремнии ставить на хорошие информационные какие-то картинки доктор эмото помните все уже знают об этом вот эти такие потом или написать что-то это все великое значение имеет поэтому ощущать информационно от водички нужно потому что это основной составляющей часть нашего тела вода но теперь что касается я потом вернемся почему-то что заинтересует воздух смотрите слово какое интересное целый воз духа дух целый воз духа так вот воздух сейчас тоже вот особенно в городе заражен каким образом вот эти же сами нечистотами мы сами себя убиваем поэтому щур и пращур наши жили в маленьких городах не выше не больше десяти тысяч и страна была страна гордариков вот все эти нечистоты они же тепленькие они лезут назад по фекальной трубе и над домами выходят наружу фекальные трубы не закрыты они выходят наружу по плоской скатывается вдоль стен на пространство между домами и мы по уши а то и выше входим в этот информационный поток может такой крупный город особенно который непроветриваемый вот сейчас если находится вот там концентрат все это особенный поэтому воздух очень важная субстанция для нас и в городе избавиться конечно почистить его очень проблематично и основной кто заражает воду это наши машины автомобили они мало контролируемые где-нибудь там 3-5 процентов на промышленность на нее можно контролировать какие-то санкции накладывать а вот выхлопные газы от автомобилей это монстры ну вот так кратко о воздухе то теперь трудиться обязательно немножко почему говорят труд это движение и говоря свое движение это жизнь как это объяснить очень просто когда ты трудишься мышцы работают а кровеносы сосудов в основном проходят в мышцах и когда мышцы двигаются вот дополнительный поток идет снабжение клеток кровью в таких местах даже где если мышцы не работают не используются почему они отмирают да нет не поступает кровь питание не поступает поэтому когда ты движешься трудишься ходишь значит мышцы работают ты живешь потому что бы ни случилось надо каждый день непременно встать одеться и двигаться и гулять к этому что касается движения оздоровительные движения есть поделюсь очень просто когда никуда не надо спешить хочешь чисто заняться своими здоровьем для этого бери пульс свой и шагай с частотой этого пульса тогда встряхивание вот этих мышц и биение сердца будет в ритме а это очень спокойный ход тогда ты начнешь все вокруг замечать набираться сил это примерно 60 ударов не просто так в армии 120 ударов строевой шаг и все марши 120 ударов это в два раза быстрее 60 потому что в армии 60 ходить это непрактично а мы ходим в основном где-то вот между 60 и 120 то есть мы не помогаем нашему телу а наоборот но в два раза чаще панорит один сбой другой норму сбой норму то есть это получается очень практично и для жизни и для здоровья хочу коснуться архитектуру архитектуры опять же коснуться подтверждения тому что наши щуры и прачуры строили хоромы что это такое сказка опять же арепки у Афанасьева великий собиратель сказок наших в сказке арепки нету ни жучки ни кошки ни мышки там внучка пригласила пять ног вот за этой фразой скрыто целый пласт архитектуры пять ног это стропила ноги это стропила если круг разделить на 16 частей и опустить с верхней точки два стропила на экватор то есть на серединку вот это вот здесь по 90 градусов стропила вот это четыре ноги две ноги вот это вот так это строили крыши для амбаров пять ног строили помещение для гостей а шесть ног это вот по таким углом строили хоромы вот там это были живые дома там шла шло мощное движение силы при плоских крышах стоячая волна внутри помещения это склеп а не жилье теперь так планируется архитектура в любой комнате я в разных бывал поскольку пользуюсь биолокацией во многих квартирах разных типах домов внутри невозможно поставить квартиру чтобы она была вне патогенной зоны что такое патогенная зона когда две разные силы сходятся в какой-то точке здесь получается разлом очень легко понять допустим в одной комнате одна сила дверь открыл а в другой другая так вот на пороге получается разлом вот это есть патогенная зона а если такая зона на земле она называется геопатогенный зон так вот невозможно в квартире поставить не найти место чтобы можно было поставить квартиру кровать где ты спишь мне патогенный зон планируется специально так проектируется так и вот каких моментов мы бы не коснулись еще вернусь к направлению вращения силы вот автомобиль у нас у водителя руль с левой стороны вот правая колеса собственной машины справа которую тебя они вперед бегут относительно твоего тела они раскручат левое вращение а левое вращение в таком избытке нас разрушают для нас солнечное правое вращение нужно и вот в средней полосе в северном полушарии у нас золотая должна быть пропорция то есть силы с правовым вращением на 60% должно быть больше но на 61 там и 80 больше чем левого и вот левое вращение для нас начинает нас разрушать поэтому водители устают в Англии и в Японии справа поэтому слева этим раскручивает правое вращение для англичан японцам там не особо различимо а вот для англичан да для них крутится правое вращение очень здорово исходя из этого надо помнить на дороге всегда когда допустим двухрядное движение и встречное двухрядное и едешь по двухрядному так вот когда ты по левому ряду те все страничные автомобили раскручивают левое вращение силы и человек устает а переместись в правое вращение которое тебя слева будет ехать это будет защита для тебя от встречных движений слева все будут все колеса машины будут раскручивать правое вращение для тебя и это будет прослойка от встречного транспорта человек меньше устает отсюда и безопаснее раз он меньше устает он на все быстрее реагирует вот рекомендация есть возможность всегда езжай по правому ряду по крайнему правому где-то между городами особенно когда вот эти вещи понимаешь ты начинаешь чувствовать уже и жить уже как нужно в этом архитектуру надо строить конечно кругленькую чтобы крыши были острые чтобы там была вот я посмотрел дом где жил луначарский возле ООН пятиэтажный домик он жил на верхнем этаже он знал где жить так вот как дом сделан все этажи разного размера для чего чтобы там сила текла когда они одинаковые все опять же стоячая волна и окна разных размеров по всех пяти этажах это живой дом теперь отношение к больнице с самого начала своего названия боль ниц из названия предназначение снять боль по первопричине не убрана особенно когда во время атеизма когда занимались только физическим телом ничего вылечить не могли раньше были целители когда делали цельным объединяли дух душу и тело тогда если в этом состоянии человек всегда будет жить вечно тело создано для того чтобы жить вечно если больницу назвали здравницей совершенно другое отношение восприятие было вот как назовешь так и работает ну я про то там очень много можно тоже говорить но с самого начала как вот мы рождаемся все вывернуто больницы когда были созданы роддома когда были созданы революции для бомжей для бездомных все рожали до ума и том положении в котором жутко рожают на спине ребенок не может выйти на корточках он по собственным весам выйдет и яркого света не нужно банькой рожали при свечках а вот одна из причин почему у нас плохое зрение сразу шок он же там находится в темноте и выскакивает на яркий свет а для кому он нужен яркий свет врачам нужен вот были у нас целители учебных прачек ащи лекари коллеги коллегам нужно были лекарь а сейчас утрирую немножко на сути есть врача слово врать ну простой пример из своей жизни со сломанной ногой три человека в том числе я ломал 60-я больница я сбежал оттуда они решили поставить штырь бедро а я говорю зачем у меня же смещения нет я пролежал пять дней они меня готовят к операции я говорю зачем ставить если у меня смещения нет и что этот доктор ответил так ты же сделаешь смещение а я не пил у них ни снотворное ни болеутоляющее я контролировал поэтому не сделал они ждали когда я сделаю товарищи у меня вышел инвалидом со сломанной ногой а сосед на два этажа выше уехал со сломанной ногой вернули трог вот отношение к больнице я дома лечил сам без гипса на катке сломал неудачно упал поберег человек вальс танцевал сколько это было я сейчас назад теперь отношение к волосам вот все имеет наша жизнь буквально все аспекты жизни имеют отношение к силе что такое волосы 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 космос они спроста названы космос космос с космосом с вещем лесом с нашим информационно силовым полем земли а по сказкам нашим космос назывался чистое поле вот туда только богатыри могли ходить они только духом выросли могли туда ходить чистое поле больше никому а вот вещи лес ходил Иван Дурак Иван Царевич вот эти духом туда выросли остальные не могли туда пройти но по этим вещам тоже можешь отдельно поговорить так вот волосы для связи с космосом и пушок на теле это тоже самое связь с тонким миром и просто так все что у нас делает девушка апелляция вытаскивает эти волосы стригут режут волосы укорачивают силу теряют связь теряют распущенные волосами ходят по общественным местам и не набирает всевозможные вот этот жуткий негатив на себя и приходят потом больными и с больными головой лишены силы раз негативы набрались значит что на низкие вибрации их опускают все это девушкам женщинам нужно распускать волосы только на природе когда нет ничего плохого и перед своим мужем это информационное вот наше предназначение чтобы мы когда нам легко живется тогда когда мы выполняем свое предназначение я все полосам тоже веду речь ну и борода уже все знаете что богатство рода неспроста Петр Первый нам рубил разорвать связь с родами мы такую мощную силу получаем кто ходил на 9 мая кто там был ощутил за каждым человеком идет два рода небесных правой ногой каждый человек стоит на роде отца а левый на роде матери и все ушедшие рода небесные с каждым человеком это представляете это миллиарды душ были на площади на нашей какая селища так вот рубили бороду потеряешь связь чтобы для этого волосы рубили и расчесывать их нужно чтобы не быть лохом лохматым лохматый слово образуется поэтому к ним нужно очень аккуратно относиться конечно в головных уборах не ходить вообще а тем более с распущенными вот вся мода направлен для того чтобы мы были хилые и больные чтобы мы теряли всю силу все лимон я не могу назвать хотя бы один элемент моды который нам навязывается со средствами массовой информации с ливиением чтобы было на пользу человека не могу ну понятно что у меня тоже проблема сейчас у меня до пояса была борода буквально за 4 года но приходится вот такую держать ну насколько допустимо и практично потому что все же тогда уже надо что-то придумывать как-то закреплять чтобы работать и так далее вот конечно и смысл это бы и был и ухода больше все практично а ты обратил внимание вот когда про Боро идет разговор и про то что египетские боги были все-таки больше к славянам отношения имели нежели чем к тем ребятам которые вдоль Нила бегали с таким первобытным оружием вот там все фараоны изображаются с бородкой обратил так это же наши ребята были да 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 так вот даже женщины знаменитые фараонки там было несколько женщин фараонки они тоже себя одевали накладную бороду я к чему это говорю вот у некоторых родов не наших инородных товарищей борода как особо так не растет и поэтому они подражают тем кто с бородой пришел но самое это интересное бородка вот эта накладная она как сделана она часто изображается в виде косички то есть наши предки когда жили на югах где было жарко для того чтобы борода особо не мешала а убирать бороду не очень хорошо она должна все таки быть это достояние мужчины богатство рода то они просто заплетали ее в косу и вот эти местные увидели что вот ходят мудрые товарищи мудрые люди с бородой и они стали подражать поэтому очень часто мы видим бородка в косичке вот а волосы если обратить внимание такая там как стрижка карет такая да как будто бы это не что иное как тоже собранные сзади в пучок волосы то есть если вот у кого длинные волосы есть если не под самой макушкой а вот чуть-чуть вниз опустить но до шеи до нижних позвонков его там закрепить то получится такое типа каре вот как раз вот этих как раз фараонов мы там и видим где и бороденка аккуратненько заплетена и где еще такое устройство мы не всегда знали что это такое когда у нас об этого понятия не было но что-то у него там висит а что не знали да 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 вот а сзади получается каре если вот так вот немножечко вниз опустить эту стяжечку и получается волосы так более-менее распущены но в то же время собраны и такая косичка еще образовалась или косичку сзади тоже завязали вот и все вам фараоны друзья мои вот вам и загадочная прическа сфинкса продолжай почему сказал наши ребята вот Ломоносов в истории государства российского он там писал что всю территорию евразийского материка занимали славяне совсем недавно и северную Америку тоже тоже занимали славяне совсем недавно было поэтому и в Египте были наши ребята и в Китае были наши ребята потому что это были мудрецы но это я все что говорю то что это мое мнение друзья мои это я не люблю ни с кем спорить я уважаю любое мнение любое в споре не рождается правда слово истина ухожу тоже от него рождается агрессия правда рождается в штурме в мозговом штурме взаимоуважающих друг друга людей ну про волосы поговорили давайте вот даже что слово а тут надо отметить вот что покраска цвет волос тоже определяет качество сил поскольку изначально душа не просто выбрала цвет волос для того чтобы выполнить свое предназначение а для этого им нужно определенное качество силы которое потребляет через свои волосы и когда девушки мужчины красят свои волосы они получают чужую информацию это уже не ты спрашивают а что делать когда еще хочется уже с возрастом женщинам выглядеть помоложе но подкрашивайте в свой цвет который у вас был в средние года подкрашивайте в этот цвет все просто решается дальше что касается духи я тоже к нему отношусь своеобразно вот как это я понял я перестал не пользоваться слово дух каждого как наше качество определяется нашим натуральным ароматом как от нас исходит это слово запах не пользуй потому что слово означает то что за пахом пах знаете что такое а вот то что за ним это и запах поэтому аромат пользуюсь вместо запаха а у болгара еще есть воняет а вот да тогда и не понимаешь слово вон вонять это вон а ерь мягкий знак это да его образ законченное творение и вон может такое вонь тогда я не понимаю что такое благо воня не не ну болгар воняет это что-то хорошее на самом деле в Балкан поезде там воняет это ничто такого страшного нет то же то же самое как например нас говорят современное понятие урод да не выроды говорят а урод ну уроды это же красота это же здорово и западные славянские языки и балканские они говорят уроды это красиво урод красавец то же самое и воняет это знаешь поскольку изначальный язык был расщеплен намного чтобы сейчас вернуться к изначальному истотному языку надо все лучшее вынуть и собрать из всех языков воедино но вот ближе всех к истотному остается наш русский язык он ближе всех поэтому да родственных да где-то там изначально и в украинском и в белорусском и во всех славянских языках и в других языках в том числе вот именно искорки нашего языка я вон английский смотрю Asian добавляет к русскому слову и все такие слов очень много в английском чтобы не понимали вроде бы не наш Asian Station объявляет сейчас нам для чего нам объявляет это все делаем кому это нужно нам что-ли-то нужно нам не нужно и вот эту глупость слушать вместо перехода change обмен денег тоже change наш разрушает чужие слова иностранные для нас слова странные для нас слова они нас разрушают это вот вводится к духам вернуть так вот когда у нас свой аромат у каждого из нас мы себя чувствуем мне аромат своей жены очень нравится он родной но как используют духи она чужая для меня не тот аромат идет от нее дух не тот вибрации другие совершенно другие вибрации потому что в мире все едино а что через что едино через волну вот аромат волна звук волна свет волна все волна но это плоскостное понимание для плоскостного чувствования мира как и плоской земли вот эта глупость если в объеме мыслишь так это волна все движется по спирали а спираль положена плоскость будет волна так вот все едино через волну аромат эта волна и мы это его чувствуем мысль тоже волна мы чувствуем это чужой человек рядом а другим духами на душица уже будет другая качество информации которого не резонировать и будет поэтому я с некоторых пор тоже не пользуюсь духами и никто ничего не говорит что от мне как там аромате дурно не знаю мышцу уважение с возрастом или чё жена мне не протестует но поскольку же такие вещи пришли вот я тоже не покупаю жениц цветы потому что срезанные цветы это смерть приносишь дом смерти она увядает и чем дольше ты ее поддерживаешь тем больше присутствует дарите цветы в горшках а еще и шутка дарите женщинам цветы на лучшие цветы на наши дети вот я хочу понять такой вопрос как общение с местами сильно поскольку мы с вами являемся биобатарейками аккумуляторами биоаккумулятор не получаем и отдаем мы получаем и отдаем значит вместо сил они везде я их нахожу везде вот рядом со мной я нахожу и с правым вращением и с левым вращением силу на земле матушки но если лежит большой голыба гранита от 100 процентов сила мало то еще и библиотека ведами знание тоже слову ухожу по 40 раз кодировки назначить зона и ограничение зоны так что любой камень является библиотекой ведания и силы но если исходить из того что это плотность выше значит больше сил там собрана информации вроде бы слова не наша поделит а она мне больше нравится чем чуть-чуть другое что такое информация после раскодировки и нато внутри вроде бы не наше слово им вот эта приставка дальше форма ци универсальная сила вот эту форму впитана сконцентрирована сила универсальный может только информация мыслью создается форма загоняется на сила так и так творились вещи отсюда вещи лесу нас информационного силового поля земли и вещи поэтому у нас название вещь священием творили так вот на места силы когда идешь и знаешь что там очень мощные места силы бывает технику безопасности обязательно соблюдать надо на все вроде бы не ухожу темы живо правильно так вот вроде пока все вокруг нее до вокруг долгого я продолжаю интересно используют настоящие слова потому что неправильно использованное слово она разрушает и тебя и пространство это не просто за столько лет такой багаж что избавиться не просто поэтому стремлюсь это делать так вот прежде чем пойти на место силы ты знаешь задать себе вопрос для чего гордыни ради можешь получить обратный эффект ставь великую цель служить земле матушке руси матушке служить великой цель тогда тебе творец силу будет давать и ты приобретать больше совершенно по-разному если ты пришел на природное место силы и пришел ты с негативом и вот насколько мощнее это место силы по сравнению с определенным среднем уровне во столько раз негатив усилишь ты можешь оттуда не вернуться с небольшими да каждый день можно это делать подзаряжаться и очень неправильно хорошо но опять же мы здоровы когда через нас протекает встречные потоки силы и сверху и снизу но солнечного космического тонкого плана мы должны получать больше по золотой пропорции вот говорят золотое сечение но это что же глупость как пропорции можно назвать течение можно пропорции сечение пропорции сделать я не могу это сделать везде фигурирует золотое сечение золотой сечение золотой пропорции поэтому пришел туда начали покрутился в левую сторону там где левое вращение и земли идет и так тогда что происходит ты физическим теле у тебя что он пить его из начала в левую сторону крутить тонкие тела тоже продолжает крутиться ты остановился они продолжают крутиться и подпитывается в резонанс ходят с этим восходящим потоку а потом пойти там где есть правое вращение силы там повращаться вот по золотой пропорции больше в правую сторону и после этого иди домой они везде есть буквально в любом парке ну чтоб воздух был почти и возле дома можно найти но очень трудно поскольку очень много электрических подробных подземных кабелей фекальных сооружений все это левое вращение раскручивать все это раскручить левое вращение хочу подальше от сооружений подобных все там уже есть и левый и правый ну вот общий план могу сказать что чем отличается левое от правого вращение космический вирус подключен к силе левого вращения результатом это вируса тотальная ложь я бы даже сказал что-то вирус бафомета когда понимаешь эти вещи то легче ощущать и почему я акцент сделал на правде ощущаться от вирус а он внутри нас клетках в каждой клетке с местами силы они очень интересны но допустим как можно определить когда дерево стоит геопатогенной зоне на стволе у него вот такие нарост к кухне так вот когда человек спит в такой зоне там создается среда вот на разломе внутри организма как живой сущность как дерево об этом показывает внутри тела также вот создаваться среда для образования опухолей и кстати это мое мнение больше 90 процентов от раков болезни это вот как раз от этого крип появляется везде нужно помнить не надо особого ума представлять что вы допустим ты пошел в лес как разделить вот какой ты силой основная какая твоя сила вот по этому качеству все делится на две части солнечные которые больше больше сил получает право вращение и лунная которая больше получает ли я вращение и растительность и животный мир так делится вот говорят что кровать надо поставить туда где кошка зашла в новый дом запустил опять ложь кошка лунное животное а мы солнечные микро мольники молву свою обращали кра наши щедро и пращуры поэтому мы есть карабольники и слово выходит поэтому нам нужно право вращение окошко лунная она ляжет там где левое вращение а когда у нас возникает какая-то болезнь там не проходит не проходит силы затирает сил не проходит его там начинает раскрутка левое вращение и кошка придет на это место ляжет она не умная находит подпитаться пришла и от радости на ночь мурлыкать пальчиками тебя щекотать этот она питается как малое дитё на соску сосет он тоже пачка ты делай а вот собака солнечные животные запусти собак куда она ляжет но все же животное должен быть на природе на улице жить это не это их тюрьма для них владельников вопросов у нас много накопилось у тебя доклад пример насколько еще так просто в чате интересуются люди не хотят перебивать тебя но интересно рассказываешь вот я еще немножко скажу и тогда мы и тогда перейдем на вопросы хорошо потому что нам лучше сделать несколько эфиров и как то уже более целенаправленно чтобы так все родить хорошо продолжай продолжай просто так напомнил про вопросы нет но я готов я всегда все готов как-то у меня как пионер да я тоже оказался готовым как решили плохо готов я не знаю я не готовился к этому эфиру как ты уже знаешь не даже не заметно вот не надо говорить ты не готов ты всегда готов ты юный пионер в душе юный и готов как пионер так что давай продолжаем посмотри слова благодарю даже вот тут мы неправильно пользуемся этими словами благодарю говорят вам да благодарю вам благодарю тебя ну да если благо я тебе дарю то получается благо дарю тебе а если спасибо бог то естественно спасибо бог тебя вот или его или вас абсолютно но если адрес мы указываем не тот сила используется и месяца потому что по направлению нашей мысли идет сила и вот об этом надо всегда помнить почему практике занимается создают шар внутри себя и гоняет только центру земле то к солнцу или центра галактики даже в центре вселенной и действительно пробиваются каналы но мысль наша управляет поэтому куда наша мысль даже физическом теле а туда сила идет а за силой кровь а куда кровь там жизнь вот в принципе излечивание самого себя ну ладно давай тогда перейдем на вопрос хорошо переходим на вопрос на славянское радио для пытливых умов продолжение слушайте в следующей части а